Я хотел сказать следующее, то что действительно... Мажитов, онлайн-соткан, я катсвайда, оффлайн, я онлайн-болгжатер. Катсан, Мажитов, ты можешь? Не надо, кстати, обратно, то, что нас сейчас обвиняют, мы уже в 14-й месяц находимся под арестом. Все обвинение строится на решении сельского суда. И в данном случае, когда мы предоставляем не то, что прокурор, который должен был с самого начала, это должно было быть подшито на основании этого, раз у нас обвинение все строится, оно должно было быть в самом начале пришито к делу. И его отсутствие данного решения, мало того, что нет самого решения сельского суда, потом не давали исковое жалобу, нету этого, нету потом то, что на опровержение, не опровержение, а то, что и сельский суд нам отказал в этом нести. Вот этих документов нету, и при этом всем, нас уже 14-й месяц держит, есть обвинение все на этом строится. И когда мы сами предоставляем вам эти документы, вы их отклоняете. Я это рассматриваю, то, что данный суд, это уже не суд, а судилища идет. Из-за того, что судили, это было обвинение. Еще есть мнение? Ага. Уважаемый суд, Гульзипа Джалкерова, поймите, вот, когда арестовывают или задерживают нас, да, нам говорят, на основании решения сельского суда, это уголовное дело тоже завели. И на основании решения сельского суда, вот, откройте эти наши материалы дела, там везде отмечается, что на основании решения сельского суда, а решения как такового нету. За что тогда нас судят? Наши действия, если нет решения сельского суда, то наши действия абсолютно законные. Так что, вот этот вот вопрос непонятный. Предоставьте решение сельского суда, другой разговор, дальше. А сейчас вот все зациклилось, уперлось именно на решение сельского суда. Нет решения? Нет и приговоры. Получается так, за что судят, если нет решения суда? Это вопрос очень-очень даже такой значимый. Да, нет и суда нет, да? За правду, за правду. Мы требуем, чтобы прокурор в релудительном порядке предоставил эти документы. Да. Поддерживаем. Нет, уже два глаза должны быть. Поддерживаемся. На основании сельского суда открыли уголовное дело. Получается, если нет решения сельского суда, само уголовное дело открыто незаконно. Все следственные мероприятия, проведенные, тоже незаконны. Аресты. То, что санкционировала прокуратура, тоже все незаконно. Я требую прекратить уголовное преследование и освободить нас. Я согласна. Потому что, когда я заходила в ДП Алматы к Кожебаеву, к Салаеву, я говорила, вот вы пишите, что на основании сельского, на решении, на основании решения сельского суда. Покажите мне это решение. Они, вот сколько велось, до 8-9 месяцев велось уголовное дело, вот следственные мероприятия, они мне не смогли за почти за год показать это решение. А потом в конце, когда мы уже подписывали ознакомление, окончание, Салаев сказал, вам покажет судья. Судья, показывайте теперь решение суда. Уважаемый суд, я считаю, даже нет необходимости показывать нам это решение. Раз его нет, значит все действия прокуратуры и следственных органов незаконные. Я требую прекратить уголовное преследование и всех освободить. Уважаемый судья, я Алибеков в качестве подсудимого берете нас. Уважаемый судья, вот они, когда дело начинали нам создавать, они по две части уголовной статьи, там они сперва, вот это 405-й, а потом 185-й, они как-то нас пугали. Вот, знаете, следствие пугало нас, как там Бабайка сидит, вас всех осудят на 12-13 лет и так посадят. И они потом после прокуратуры завершения дела, они отказали и нам, мы заявили, написали, что вот эта 182-я статья не причастна к этим. Они нас сделали, как международным уголовникам отнесли. Я не могу понять, вот как они хотели нас напугать или в качестве вот такой, вот это приобщите тоже себе на заметок, как прокуратура и следственные дела велись в отношении нас. Уважаемый судья, пойма замерзая Диана, согласно 77-й статье в Конституции Республики Казахстан, мы обвиняемые, не обязаны защищаться, если наша вина не доказана. Где экстремизм в нашем деле? Ни одного доказательства, но тем не менее наши правозащитники сейчас нас содержат в тюрьме, обвиняют мы вот этот театр, играем и позоримся перед другими странами. Казахи, казахов тут убивают в тюрьмах. Это что такое беспредел? Уважаемый судья, вы побойтесь Бога ни на что, и вам всем тоже суд грозит. У меня все. Уважаемый суд, еще хотел добавить, согласно 19-й статье Уголовно-процессуального кодекса, нам не предоставлены и не сами материалы, в смысле постановления, ни одного доказательства и даже ни одного факта не приведено. Я прошу это учесть, что полное беззаконие идет, абсолютно беззаконие. Немедленно прекращать уголовные дела, все нету основания для того, чтобы нас здесь содержать.